Девчонки, медицина дошла вообще. Тепластические операции? Мне... Мне... Девчонки мне сказали, господи... Женя... Жень, поди сделай. Пластику. Ну, я подумал, ну, бойзно же всё-таки, господи, может, хуже будет. Но потом зеркало посмотрелаем. Хуже не будет. Ну, не будет не то, что мужики, уже эти пуглы отворачиваются, господи. Лицо прям сморщенное, как сухофрукт. Тело прям оплыло, господи, как свеча прям жиром оплыло. А девчонки говорят, Женя, не волнуйся, иди. Внешне, посмотри, будешь как девочка, а опыт настоящей женщины, мужикам нравится. Ну, пошла, боялась, конечно, господи. Доктор сказал, не волнуйтесь, Евгения Петровна, выйти совсем другим человеком, господи. Ну, три часа под наркозом, карамсали, здесь отрезали, тут... Ой! Кожу натянули так на лице, что ноги не сгибаются, понимаете? Сажусь, и коленки не могу согнуть, прям так сажусь, господи. Хочу что-то сказать, а... Приходится руками рот растягивать так, а локти тоже не сгибаются. Ну, доктор сказал, ничего, говорит, кожа обносится, подрастянется. Он мне сказал, говорит, ничего, зато, говорит, посмотрите в зеркало, совершенно другой человек встали. Я в зеркало взглянул, господи, а кто там-то? Доктор говорит, да, Евгений Петрович. Вот что пластик и делает, ребята. Это было у тебя такое, что вот... День... Давно сидишь? Разморил тебе? А я пока не школьник. Заплати побольше, услышишь. Сидишь там, ничего не слышно, а люди вот здесь вот впереди, правильно? Заплатили, так они слышат. А тебе видно меня, нет? Думаешь, почему я так хорошо выгляжу? Легко переношу все неприятности, легко. Помню годик, маленький был. Неприятности, а я только голову нижнюю прикутил. И всё. Потом дальше, беда за бедой. Удар за гударом. А я только зубы покрепчусь, сиснул. И всё. Сейчас тоже всё, не слава богу. А я только дёшно... И шифу, и фибу, как ни в всём не бывало. Видишь, нет? Так что ты ничего не потеряла. Кармань денег, вот смотри. По шороху рублей 150, не больше. Ну ладно, проверь. Рублей 150, не больше. Жена ушла к другому, понимаешь? Ушла к другому. И забыл даже записку написать. Кому она ушла? Ищи её. Сел на диван, ну купил диван, сел, ножка подломала, всё и прям... Ну же думал, ну ладно, включил телевизор. А там все радости. Этот подорвался, этого затопило. Этого... Пошёл в ванную, как... Ну что, помыться, смыть себе это... Намылился, всё. Вода ушла. Представляешь? Ушла вода. Куда она ушла? В гармстре, там теплее. Ушла вода. Взял, схватил, чтобы вытереться как-то. Полотец. Тряпка половая. Ну кто её сюда повесит? Всё уже, всё уже. И тут ещё, представляешь, ещё должен заболеть зуб. Такая ужас, боль в щеке, в голове. Ну хочется повесить. Ищу верёвку. Нету верёвки в доме. Нет верёвки. Всё, седьмой этаж, фирма гарантирует. Хотел сброситься вниз. Начал дёргать это окно. После зимы заклинило, понимаешь? И тут мой тебе совет. Нету, возьми таблеточку аналгину в рот. Мои пропала, он боль в щеке. В голове. Ну жена ушла к другому. Ну и что, пусть другой поможет. Она только через неделю вернётся. Раньше никогда. Ну воды нет. А сахаревого бедуина вообще никогда не было. Ну беспорядок в доме. Верёвку не нашёл. Ну же повесился бы. И не видел бы, что творится по телевизору. Ну кошмар там-то. Ну меня же это не трогает. Поэтому самые лучшие средства от всего это хорошая зубная боль с аналгином. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok